Здравствуйте дорогие друзья, нам к сожалению не очень хорошие сообщения идут. Факт то, что наш Черноморский флот выбивается, элементарно выбивается. Российские военблогеры в ярости из-за уничтожения ракетного крейсера «Ивановец» Черноморского флота России. В результате дерзкой операции, проведенной ГУРом, судно было уничтожено с помощью плавающего беспилотника. Эпичные кадры затопления корабля вы наверняка уже видели. Они широко разошлись по интернету и доставили российским патриотам невыносимые страдания. Например, писатель и блогер Максим Калашников заявил, что ему хочется стать Берией, чтобы репрессировать руководство России за очередной позорный провал. Судя по всему, мы потеряли еще один корабль Черноморского флота, это ракетный катер «Ивановец», носитель четырех крылатых ракет «Москит» нашей гордости. Нашей гордости больше нет. Обратите внимание, как буднично уже идут такие новости, ну потеряли очередной корабль Черноморского флота, ну так уже, знаете, как бы между делом это происходит. Не такого эффекта ждали вот эти идеологи войны с Украиной, типа Максима Калашникова, которые требовали напасть на Украину и дойти до Киева за три дня. Ночные кадры поражения нашего катера безэкипажными этими робокатерами я показывать не буду, не стану делать рекламу Главному управлению разведки Украины. Ну чего ж, мы сделаем рекламу. Тут, как говорится, хоть выкладывай видео, хоть не выкладывай, а результат-то один. В результате работы ГУРа российский ракетный катер ушел на дно вместе с экипажем. И учитывая температуру воды в это время года, вряд ли там есть выжившие. Вот хотя стоит поучиться, они показывают места ударов, в отличие от Канашенкова. Конечно показывают. А знаете почему показывают? Да просто потому, что есть что показать. Потому что в отличие от Канашенкова, который каждый месяц выдумывает истории о том, как он уничтожил все Хаймарсы и Патриоты, ГУР в реальности уничтожает технику и корабли врага и, соответственно, может это продемонстрировать на конкретных фактах и примерах. Каким образом робокатера, если они явно, так сказать, со стороны Очакова, могли преодолеть вот это вот узкое бутылочное горлышко? Ведь там можно было выставить все эти боновые заграждения. Унижения российского Черноморского флота происходят уже с такой завидной регулярностью, что у военблогера Калашникова сдали нервы и он стал требовать привлечения к ответственности российских генералов, которые допускают такие провалы. Но даже так вот, если абстрагироваться от Ивановца, крейсер Москва, одна подводная лодка, три больших десантных корабля, просто набор легких сил, помните, при действиях вокруг Змени, которые были поражены беспилотниками, А не слишком ли много? Вот честно говоря, я бы на месте верховного командования, или там, главнокомандующий поинтересовался, а что вообще происходит на Черноморском флоте? Это что такое? Ну как что происходит? Это просто специальная военная операция идет по плану. Так и было задумано. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. От таких унижений Максим Калашников, вероятно, сошел с ума, потому что он заявил, что ему хочется стать Берией. Я вот, знаете, смотрю на это, и мне хочется быть Берией. Я не понимаю, он хочет, чтобы его тоже расстреляли? Факт то, что наш Черноморский флот выбивается. Элементарно выбивается. Ой, как жалко. Так думали, так надеялись, что можно подлинно так из-под тяжка напасть на Украину и захватить ее без последствий. А эти украинцы, представляете, такое творят. Не стали разбегаться, а стали цинично защищать свою страну. Просто нет слов. Удар в спину. Удар в спину. Где? Где охрана водного ОВР, охрана водного района? Где, собственно говоря, действия по пресечению действий этих робокатеров и вообще их организаторов и прочее? Видимо, там же, где танки Армата. Свихнувшиеся российские шовинисты так долго убеждали себя, что они великие и могущественные. Так долго убеждали себя, что никакой Украины не существует. Украинцы выдуманный народ. Украина это фейковое государство, которое не может защитить себя. Украинцы разбегутся и не будут сопротивляться. Они выделяли на эту ложь миллиарды. Реально, выделяли миллиарды на пропаганду, которая их же самих обманывала, выдумывая всю эту дичь, в которую они поверили. И теперь они просто за это расплачиваются. Расплачиваются за то, что обманули самих себя, пропуская один удар за другим. И понимая, что все их величие, напускное, которое они сами себе придумали, сейчас просто развеивается. Хотите сохранить Черноморский флот? Да не вопрос. Рецепт его сохранения очень прост. Вы просто оставляете нас в покое, выводите свои войска с нашей территории и дальше занимаетесь развитием своей страны, своей армии, своего Черноморского флота. Как угодно. Это нормально, это так и работает. А когда вы лезете в чужую страну, ну соответственно, вам будут давать отпор. По-моему, все элементарно. Подписывайтесь на канал, друзья. Подписывайтесь на канал.